Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час. И хочу начать с того, что одна из важнейших целей в жизни каждого человека, я думаю, никто не будет с этим спорить, это найти счастье для себя и своих близких. И разве кто-нибудь может, хочет отказаться от этого? Однако хотелось бы, чтобы вы задумались на минуточку, часто ли вы действительно стремитесь к этой цели, а не просто надеетесь и ничего не меняете в жизни. Ну, вдруг, как говорится, полагаемся на наш русский авось, вдруг и так мы станем счастливыми. Потому что многие полагают, что мгновения счастья, они случайны, никакие планомерные шаги не приблизят их. И вот сегодня, друзья, я решила написать, записать, вернее, серию лайфхаков для счастливых людей. Почему я решила записать такую серию? В принципе, я хочу сказать, что их будут 4 серии, но решила начать именно с лайфхаками для счастливых людей. Почему? Потому что я обратила внимание, что подавляющее большинство людей не пользуются всеми возможностями для того, чтобы достичь ощущения счастья. Потому что мы не анализируем то, насколько счастливы прямо сейчас и можем ли мы планомерно сделать, создать стратегию нашей счастливой жизни. И в этой серии, друзья, вас ждут 50 советов, которые помогут вам испытывать радость каждый день, получать удовольствие от жизни, меньше беспокоиться и переживать. Некоторые советы удивят вас больше, чем другие, но каждый обязательно вдохновит на изменения. А когда вы сложите все 50 лайфхаков вместе, вы получите отличный рецепт счастливой жизни. Ну так, немножко приоткрою завесу тайны, да? Что вас ждет, что вы услышите, что вы узнаете? Вы узнаете, что такое стратегия счастья. Вы узнаете, почему тяжелая болезнь становится ключевым событием в жизни? Или нужно ли помнить, что завтра мы можем умереть? Вы узнаете, как выписать самому себе рецепт счастья и не ошибиться в подборе ингредиентов? В каких ситуациях стоит запланировать неудачу? Да-да, друзья, и такое есть в рецептах счастья. Сколько денег вам нужно для счастья? Как получить позитивный настрой от, например, сломавшегося автомобиля? А еще интереснее, зачем любить то, что ненавидишь? И можно ли почувствовать и отменить несчастье? Когда полезно учиться на чужих ошибках и когда на своих? Как узнать о том, что вы уже счастливы? Кому полезно одиночество и много-много других интересных лайфхаков для счастливой жизни? Итак, давайте не будем долго тянуть время и перейдем к первому лайфхаку. Итак, как звучит у нас лайфхак номер один? Звучит он очень-очень интересно. Забудьте о том, что хотите быть счастливым. Забудьте, друзья, о том, что хотите быть счастливым. Но для начала, друзья, давайте познакомимся, ознакомимся, вернее, с некоторыми известными цитатами мудрых людей. И смотрите, что говорит Далай-Лама по поводу счастья. Счастье – это не нечто, готовое к употреблению. Счастье создается твоими собственными руками. Ну, а Дейл Карнеги вообще думает, что счастье – это продукт нашей мысли, что оно не зависит от внешних условий. Джон Берримор, к примеру, говорит, что счастье иногда украдкой входит через дверь, которую мы случайно забыли закрыть. Ну, а знаменитый и известный Оскар Уайлд говорит, что некоторые приносят счастье с собой, а некоторые оставляют его, когда, наконец, уходят. Вот так вот думают мудрые люди по поводу счастья. А что вы думаете, друзья, тоже пишите в комментариях, что вы думаете по поводу счастья, что такое счастье для вас. А пока вы думаете, друзья, размышляете по поводу счастья, я хочу сказать, что я разделила этот лайфхак на три подпункта. И первый пункт из этого лайфхака звучит так – чем больше счастья, тем лучше. Расскажу вам одну историю. Один человек умер и попал на небо. У ворот рая его встретил святой Петр и спросил, был ли он счастлив на земле. Ну, нельзя сказать, что я был счастлив, ответил тот, но я надеялся на что-то большее. Вот как? – удивился Петр. А что ж тебе нужно было? У тебя была семья, в жизни была любовь, ты добился успеха на работе, имел прекрасный дом, каждый год ездил в отпуск. Думаю, большинство такая жизнь вполне бы устроило. В том-то и дело, – сказал тот, – я добился успеха, старался помогать другим. Но счастливым себя не чувствовал. Не знаю почему. Наверное, недостаточно старался. Так ты что, старался быть счастливым? – удивился Петр. Да, – ответил человек, – но ничего из этого не вышло. Я всю жизнь хотел стать счастливым и все для этого делал. Я даже жертвовал тем, что мне очень хотелось заниматься, то есть чем мне очень хотелось заниматься. Например, чем? – спросил святой Петр. Мне жаль, что не так часто находил я время поиграть с детьми, погулять, когда была хорошая погода. Наверное, я хотел бы научиться рисовать, лепить и строить модели. Но все это глупости, и я занимался более важными делами, работал, участвовал в нескольких важных комиссиях. В том-то и проблема, – заметил Петр. Ты старался заниматься тем, что должно было, как ты считал, принести тебе гармонию, и упустил мелочи, которые сделали бы тебя счастливым. Если бы ты не торопился, не переживал, счастье пришло бы к тебе. Ты же все время спешил, счастье так и не догнало тебя. Друзья, счастливые моменты, счастливые мгновения, они приходят к нам практически всегда неожиданно. Потому что если мы их с нетерпением или когда мы их с нетерпением ждем, они могут и не наступить. Поэтому позвольте этим мгновениям войти в вашу жизнь в любое время и в любом месте. Чем больше счастья, тем лучше. А второй пункт, друзья, звучит так. Итак, никогда не забывайте о себе. Никогда не забывайте о себе. Создайте мысленный маршрут и нанесите на него основные области вашей жизни. Отметьте те, которые дают вам то, что вам необходимо, и те, которые сдерживают ваше развитие, которые мешают вашему развитию. На этой карте отмечайте всего три вещи. Точку, в которой вы находитесь. То, что вы в этот момент делаете. И когда это событие происходит. Все. Для простоты нанесите все эти элементы на одну карту, а затем положительные и отрицательные моменты раскрасьте или пометьте разными цветами. Каждый раз, когда вы бросите взгляд на вашу карту, вы сразу сможете понять, где находятся сильные и слабые места вашего плана. Вы также увидите, чем вызваны проблемы ваши, когда и где они возникают. Для вас все станет ясно, когда ясность в голове все проходится, как говорится, гораздо легче. Именно вот этот инструмент позволит оценить вашу жизненную ситуацию и понять, в каких областях вы чувствуете себя счастливым, а в каких вам нужно обязательно что-то менять. Просто нужно разработать решение для каждой из этих проблемных зон. И, друзья, помните о том, что счастье – это слишком широкий термин. Постарайтесь понять, что именно делает вас счастливым и когда это происходит. И, исходя из этого, подумайте, как запланировать больше событий, которые делают вас счастливым. Вот и все. Третий пункт, друзья, звучит так. Будьте верны себе. Что здесь имеется в виду? Задайте для начала себе несколько вопросов. К примеру, что мне нужно для счастья? Вот прямо сейчас. А в будущем? Что меня в будущем сделает счастливым? Что для меня значит вообще быть счастливым? Я вначале говорила тоже. Пишите в комментариях, что для вас значит быть счастливым. Поделитесь вашими, может быть, какими-то рецептами счастья. Что делает меня счастливым в этой жизни? Именно сейчас. Не в будущем будет делать, а именно сейчас, в этот момент, в этой жизни. Что для меня наиболее важно? Что даёт мне положительную энергию, а что наоборот, может быть, забирает её? Что оставляет негативный отпечаток, лишает силы, делает меня несчастным? Что я должен изменить в своей жизни, чтобы чаще переживать счастливые минуты? Вот эти вопросы задавайте, друзья, потому что только если поймёте, что именно делает вас счастливым, и как эти мгновения сделать более частыми, вы сможете создать такую прочную основу, которая поможет привлекать в вашей жизни только положительную, как не только положительную, но больше положительных моментов, гораздо больше, и исключить негатив практически до минимума. Это очень важно для того, чтобы добиться результата. Поэтому не жалейте времени на вот такое тщательное планирование своей жизни, своего счастья, потому что ваши потребности и предпочтения могут времени от времени, конечно, меняться. Поэтому возвращайтесь и пересматривайте их. Составьте план, и вы постоянно держите в голове свои цели, потому что вы будете потом чётко представлять, какие действия нужно представлять, предпринимать для их достижения. Никогда не забывайте о главной цели. Если сложится чёткое представление о том, чего хотите достичь, вы обязательно продвинетесь к цели. Даже если не достигнете какого-то такого идеального результата, всё равно вам наверняка удастся добиться определённых улучшений. Я вам гарантирую, когда вы создаёте своё видение цели, планируете шаги к её достижению, вы уже понимаете, чего хотите от жизни. И вы избегаете слепого копирования действий других, понимаете? Потому что у вас своя жизнь, вы идёте своим путём. Не надо копировать других, потому что вы даже не знаете, что вы копируете, какие мог проблемы на себя навлечь тот или иной человек, которого вы копируете. Нужно стремиться удовлетворять собственные желания и потребности, делать то, что хочется именно нам, и научиться выделять на эти действия нужное время, соответственно, в нужном месте. И поскольку мы не можем делать 100 дел одновременно, то, конечно же, необходимо расставить задачи по степени важности и по количеству отведённого времени, после чего, конечно же, опять-таки, методично работать над их выполнением. Помните о том, что на какие-то вещи следует тратить время, а на какие-то нет. Нет, просто уберите их из вашей жизни. Не стоит тратить ваше время на них. Итак, друзья, подведём итоги. Чтобы понять, что делает вас счастливым, очень важно проанализировать свою личность. Для этого, конечно, потребуется нечто большее, чем перечисление того, чем вам нравится заниматься, что вас угнетает и так далее. Вам нужно размышлять над такой долгосрочной стратегией. Вам придётся задуматься о ваших истинных ценностях, о ваших устремлениях. А может быть, у вас есть какие-то альтруистические желания, о видении вашего будущего. Вы обязательно создайте структуру, которая позволит вам охватить различные области вашей жизни. Это вам поможет добиться поставленных целей и создаст своеобразную культуру вашего счастья. Тогда вы сможете прекрасно чувствовать себя когда угодно, где угодно. И чем бы вы ни занимались, вы будете чувствовать себя прекрасно. Если будете действовать в таком ключе, счастье обязательно найдёт вас. Это прекрасное мгновение наступит неожиданно, я вас уверяю. Возможно, конечно, вовсе не там, где вы его ждали, но от этого оно станет просто ещё ярче. Вот это первый лайфхак, с которым я хотела поделиться с вами, друзья. Надеюсь, он будет для вас полезным или уже оказался вам полезным. Поделитесь в комментариях, в своем мнении выскажите, напишите, что для вас счастье, что вы видите, как вы это понимаете. Может быть, вы уже какие-то сделали шаги в этом направлении, у вас что-то получилось, поделитесь, чтобы это видели, читали другие люди, чтобы вы могли помочь как можно большему количеству людей. Ну, а я благодарю вас за внимание. Счастья вам, друзья. И пока-пока. До следующего лайфхака.